Странная чертовщина творится в Бишкеке. На улицах города пропали бродячие собаки. Все кончено. Вот эти пятна крови, они везде, везде, по всему микрорайону. Разве можно это делать? Впрочем, здесь нет никакой мистики. Собак массово отстреливают и отлавливают. Некоторые горожане и гости столицы почему-то решили, что суп из собачьего мяса поможет вылечить коронавирус и пневмонию. Люди, опомнитесь, опомнитесь, собачий жир не спасает от лечения пневмонии. Откройте литературу и почитайте. Вы убиваете бездомных животных, невинных, которые в априори они больны, у них много инфекционных заболеваний. Кроме хинокока и тромбоза альвеолы вы ничего не получите. Подумайте, что вы делаете. Собачий жир не панацея. Мы живем в 21 веке. Идите к врачам. Соцсети пестрят восторженными постами о чудодейственном исцелении. Якобы собачий жир и суп из собачатины могут вылечить от вируса. Но врачи относятся скептически к такому способу лечения. Не помогает. Не помогает. Собачий жир и так далее, все остальное не помогает. Но вот сейчас много вот можно слышать и знаете, кто не заболел, кто заболел и кто переболел. Ну как-то вот знаете, всякие чудо-лекарства, чудо-средства пьют, да? Много лекарств разных пьют. И в том числе вот жиры разные употребляют. Какие-то растворы, какие-то провидные там растворы пьют. Это все не помогает. Это все не нужно, а наоборот это может навредить. Очень много пьют витаминов, очень много пьют каких-то непонятных растворов там и так далее. Это очень опасно. Это не нужно делать. Это не помогает совсем. Но вред может быть. Это Лариса Слободская. Ее питомец живчик. Пес поступил к ней в тяжелом состоянии. Передние лапки животного были раздроблены. Скорее всего его сбила машина. Живчика Лариса выходила. И сейчас он учится ходить заново. Поэтому пес часто устает и отказывается идти. Приходится гулять с ним на руках. Лариса возглавляет фонд «Добрые руки». Организация это спасает бездомных животных. Уничтожать животных ради появления в пищу. Мы же сейчас не живем в таком условии, что нам нечего кушать, нечем лечиться. Я понимаю, там, не знаю, 30-е годы. Может быть, лечились чем-то таким, что не было лекарств. Но сейчас это возможно. Мы живем в цивилизованной стране. Такое отношение. Пешкичане частенько обращаются в фонд «Добрые руки» с просьбой подобрать для них питомца. Лариса говорит, что ей иногда приходится отказывать. Уж слишком настырным и подозрительны некоторые из них. Российские врачи тем временем предупреждают, собачий жир может даже навредить организму, потому что повышает уровень холестерина в крови, а еще жирные продукты влияют на сгущение крови.